Скрыть этот факт от народа. О том, что страна лишилась великого поэта, барда и актёра, свидетельствовали лишь два небольших некролога в газетах «Вечерняя Москва» и «Советская Россия», а также скромное объявление над окошком кассы театра на Таганке «Умер актёр Владимир Высоцкий». Тогда ни один человек не сдал обратно билет, сохранив его у себя как реликвию. Через пару дней за публикацию заметки о смерти Высоцкого был снят с должности главный редактор «Вечерней Москвы». И несмотря на все препятствия, возле театра на Таганке собралась огромная толпа. Люди не расходились на протяжении нескольких дней. В день похорон многие стояли даже на крышах близлежащих зданий. Проститься с артистом пришли около 50 тысяч человек. Марина Влади сказала одному из друзей своего мужа, Вадиму Туманову, «Я видела, как хоронили принцев и королей, но ничего подобного я не встречала». Из воспоминаний Валерия Золотухина «Судьба подарила мне быть свидетелем сочинения Владимиром Высоцким моей любимой баньки. 1968 год, лето, съемки фильма «Хозяин тайги». Сибирь, Красноярский край, Манский район, село, выезжилок. Мы жили на постой у хозяйки Анны Филипповны в пустом брошенном доме ее сына. Мосфильм определил нам две раскладушки с принадлежностями. На осиротевшей железной панцирной кровати, которую мы для уютности глаза заправили байковым одеялом, всегда лежала гитара, когда не была в деле. И в этом позаброшенном жилье без занавесок на окнах висела почему-то огромная электрическая лампа. Владимир потом говорил, что эту лампу выделил нам Мосфильмовский фотограф. Работал он по ночам, днем снимался. Иногда он меня будил, чтобы радостью удачной строки мне радость доставить. Удачных строк было довольно много, так что мне в этой компании было весело. «Чем отличается банька по белому от бани по черному?» – спросил он меня однажды. «Баня по черному – это когда каменка из булыжника или породного камня сложена внутри самого покоя без всяких дымоотводов. Огонь раскаляет так разна непосредственно те камни, на которые будем плескать воду для образования горячего пара. От каменки стены нагреваются, тоже не шибко дотронешься. Дым от сгорания дров заполняет всю внутренность строения и выходит в двери, в щели, где найдет лаз. Такая баня, когда топится, кажется, горит. Естественно, стены и потолок слоем сажи покрываются, а вот баня по белому – баня культурная. Внутри чистая, дым по дымоходу, по трубе и в белый свет. В то лето Владимир парился в банях по-разному. Недостатку в банях в Сибири нет. И вот разбудил он меня среди ночи очередной своей светлой и спрашивает. «Как, говоришь, место называется, где парятся полок?» «Полок, говорю, Володь, полок, ага. Ну, спи, спи». В эту ночь или в другую, уже не помню, растряс он меня снова истошный с гитарой на изготовку, и в гулком брошенном доме зазвучала банька. Где-то с середины песни я стал невольно подмыкивать ему втору. Так близка оказалась мне песня по ладу, по настроению, по словам. Я мчал и плакал от радости и счастья свидетельства. А когда прошел первый угар радости, в гордости соучастия я заметил Владимиру, что на полоке, неверно сказано, правильно будет, на полке. Вот почему? Ну, не знаю, у нас так говорят. У нас на Алтае, у нас в Сибири, у нас в народе и так далее. Фоноберился я, хотя объяснение было простое, но пришло потом. Гласное «о» в слове «полок» при формообразовании становится беглой, как потолок, потолке и прочее. Но что нам было тогда до этой гласной? Правда, в записях последних лет ясно слышится, что Владимир великодушно разрешает гласной «о» все-таки убегать, компенсируя ее отсутствие в ритмической пружине с стройной соседкой «л» на полуке у самого краешка и так далее. В этом замечании, которому я не мог дать объяснение, и в том, что мы часто потом пели баньку вместе, и есть тайна, вся тайна моего соучастия счастливого и горючего. А еще потом я уже и не мог ему подпевать, кишки не хватало, такие мощности, ни здешние, ни человеческие он подключал, аж робость охватывала. Продоби ты мне баньку, хозяюшка, Раскалю я себя, распалю. На полуке у самого краюшка Я сомнение в себе истреблю. Я сомнею я до неприличности, Ковчь холодная и все позади. На колоках времен культа личности, За синей на левой груди. Продоби, продоби, продоби ты мне баньку По-белому я до белого свету отрывы. Угорил я им неугорелому Порберечь для свежих язык. А на левой груди профиль Сталина, А на правой Марины Канефас. Эх, за веру мою бессоветную Столько лет отдыхал я в раю. Продоби, продоби ты мне баньку По-белому я до белого свету отрывы. Порберечь для свежих язык. Угорю я им неугорелому Порт горячий развяжет язык. Вспоминаю, как утречком раненек Брату крикнуть успел позабить Меня два красивых охранника Повезли из Сибири в Сибирь А потом на карьере ступили Наглотавшись слезы и сердца Ближе к сердцу кололи мы профили Чтоб он слышал, как рвутся сердца Приотопил ты мне баньку попил И я довел свету отовы Морь горячий, грязь вяжет язык Ох, снабинь, от рассказа до то, что... Парк мне мысли прогнав, а туман Из тумана холодного прошлого Окунаюсь в горячий туман Все звучали мне мысли под девичком Получилось, я зря им клеймен И хлещу я березовым ленечком По наследию мрачных времен Продоби, 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 продоби Продоби ты мне панику По белому И от белого Свету отовы Угорел я И мне угорел Парк горячий тетков ж голодный Развяжет язык Продоби, продоби, продоби Продоби, продоби Спасибо Организатор фестиваля Красноярск поет Высоцкого Территориальный градостроительный институт Красноярск граждан проект При поддержке администрации города Красноярска Генеральный партнер Союз строителей Красноярского края Добрый вечер красноярцы Добрый вечер гости нашего города Мы снова рады от всей души вас приветствовать здесь В самом сердце столицы Красноярского края На традиционном концерте Красноярск поет Высоцкого Давайте поаплодируем все вместе первому человеку, который открыл наш концерт Это был известный российский бард Зинур Минолеев Спасибо Зинуру Мы не зря открылись песни «Банька по белому» Потому что, как вы слышали из предыстории Из прелюдии нашего концерта Эту песню Владимир Семенович написал на берегах Маны Во время съемок легендарного фильма «Хозяин тайги» Ну, еще одну песню он здесь также написал «Охота на волков» Поэтому, в общем-то, мы можем смело гордиться Мы это Красноярская земля Что мы отметились в биографии Владимира Семеновича Высоцкого А он побывал у нас и всегда с теплотой Отзывался о сибиряках, о красноярцах О тех, кто живут на просторах Красноярского края Сегодня по традиции мы будем мало говорить и очень много петь Постараемся спеть как можно больше Наш концерт, надеюсь, пройдет больше трех часов Услышим очень-очень много разных песен На любой вкус, в любых жанрах Надеемся, вы отсюда уйдете С мыслью о том, чтобы обязательно на следующий год Не просто прийти, а привезти сюда своих друзей Может быть, из других городов Сибири, которые у вас гостят И которые сегодня почему-то не смогли сюда, на эту театральную площадь, нашу, прийти Нам хочется, чтобы Краснояр действительно пел Высоцкого Все вместе Кто-то поет, кто-то слушает Ну а все вместе мы, естественно, вспоминаем Продолжаем нашу программу Дальше я буду в основном представлять наших артистов А они будут представлять творчество Владимира Семеновича Высоцкого Которые пропустили, что называется, через себя Квартет очаровательнейших девушек Который называется «Ансамбль Бригантина» Встречайте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я несла свою беду По весеннему по льду Погломился лед, душа Оборвалась Камнем под воду пошла А беда хоть тяжела Да за острые края Задержалась Да за острые края Задержалась И беда с того вот дня Ищет по свету меня Рядом с ней идут молва С кривотолками А что я не умерла Знала голая ветла А еще перепела С перепелками А еще перепела С перепелками Только кто ж сказал ему Господину моему Только выдали меня Выдали меня Прополкались Я страсти сам не свой Он отправился за мной А за ним беда с молвой Увязались А за ним беда с молвой Увязались Он настиг меня догнал Обнял на руки поднял Рядом с ней в седле беда Ухмылялась Но остаться он не мог Был всего один денек А беда на вечный срок Задержалась А беда на вечный срок Задержалась А беда на вечный срок Задержалась Спасибо. Перечитав эти строки два раза, Говорухин уже знал их наизусть. Он спустился в холл гостиницы и увидел Высоцкого, который сидел в буфете с гитарой в окружении нескольких актеров. Не успели поздороваться, как Высоцкий похвастался, что написал великолепную песню для фильма и готов ее исполнить. Ну, давай, голосился Говорухин, который уже задумал розыбыш. Высоцкий ударил по струнам и запел. Мерцал закат, как блеск клинка. Да, не успел он пропеть трех строк, как Говорухин прервал его вот эту и вот эту и что, Говорухин. Ты шутишь, это же известная песня, все альпинисты ее знают. Да не может быть, не померял Высоцкий. Ну, как не может быть, там дальше еще припев такой. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы, они помогут нам. Точно, простирно, сказал Высоцкий. Я ничего не понимаю. Слушай, может быть, я в детстве где-нибудь слышал эту песню, и она у меня в подсознании осталась. Берет им вверх, а там ведь это наши горы, они помогут нам, они! Но, увидев конец расстроенного Высоцкого, во всем нему признаться. На сцене Евгений Дубовик. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах днях, если сразу раскис и вниз. В шаг ступил на ледник и в снег, а ступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной. Значит, как на себя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него. Здесь во мне равнина, здесь климат иной. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Но пусть даже внизу он звезд и хватал с небес Внизу не встретишь, как ни тянись За всю свою счастливую жизнь Десятая доля таких красот и чудес Нет алых роз и траурных лент И не похож на монумент Тот камень, что покой тебе подарил Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гимнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд Пройдут тобой непройденный маршрут Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд Пройдут тобой непройденный маршрут От весной стены оно не зевает, естественное везение не уповает В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала Надеемся только на крепость рук, на руки другой вбитых рюк И молимся, чтобы страховка не подвела Надеемся только на крепость рук На руки друга и вбитый крюк И молимся, чтобы страховка не подвела Мы рубим ступени ни шагу назад И от напряжения колени дрожат И сердце готово к вершине бежать из груди Весь мир на ладони, ты счастлив и нем И только немного завидуешь тем Другим, у которых вершины еще впереди Весь мир на ладони, ты счастлив и нем И только немного завидуешь тем Другим, у которых вершины еще впереди На улице, где находится Парижский театр Эберто Стоит небольшое светлое здание Здесь за фасадом прячется ночной ресторан И небольшая гостиница На втором этаже уже много лет живет Русский цыганский барон в Париже Алеша Дмитриевич Этот титул он, возможно, присвоил сам себе Но величавость и царственная манера Держаться у него соответствующие И потом он, как никто, умеет заставить Рыдать свою гитару Голос его, кажется, прорывается Из самой глубины человеческого страдания И неизменно очаровывает ночных красавиц Однажды мы приходим сюда днем Алеша спускается Отрывистый кашель предваряет его появление В темноте кабака лишь солнечный луч просачивается с улицы И танцует в табачном дыму Ты стоишь в профиль ко мне Я вижу твои прозрачные глаза Слышу, как ты дышишь В тот момент, когда ноги Алеши попадают в луч света Начинается как будто замедленная съемка Глядя в упор друг на друга Вы беретесь за гитары Так ковбои в вестернах вынимают свои пистолеты И, не сговариваясь, чудом настроенные на одну ноту Начинаете звуковую дуэль Голоса накладываются Один начинает куплет Второй подхватывает, меняя ритм Один поет старинный романс С детства знакомые слова Это цыганочка Другой продолжает Выкрикивает слова новые Никем не слышанные Вы стоите совсем близко друг к другу И теперь я вижу в полоске света два упрямых профиля С набухшими на шее венами Потом вдруг одно движение руки Постой, послушай И жалуется гитара И мы тонем в ее плаче Солнце теперь светит с другой стороны Скульптурно вырисовывая ваши лица Потом и они уходят в тень И видно лишь светлое дерево гитар И ваши такие разные руки Пальцы, рвущие струны Уважение друг к другу Возникшее с первых минут знакомства Останется у вас На всю жизнь На сцене ансамбль «Цыганская дорога» Красноярск, добрый вечер С праздником всех Счастья, радости И веселья Хопа Ну поехали, поехали Сон мне желтые огни И хриплю во сне я Повремени Повремени Утро Мудренее Но и утром Все не так Нет того веселья Ты куришь и натощах Или пьешь похмелья В кабаках зеленых штоп Белые салфетки Рай для нищих и шуток Мне ж как птицы в клетке В церкви смрад И полумрад Дьяки курят ладан Нет и в церкви Все не так Дарух что ли Все не так Как надо Я на гору В попыхах Чтоб чего не вышло А на горе Стоит ольха А под горою Вишня Вот бы склону Ведь плечо Мне пикто В отрасли Мне бы Что-нибудь Еще Все не так Как надо Еще раз, еще много, много раз 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 Еще раз, еще раз, еще раз Еще раз, еще раз, еще раз Еще раз, еще раз Еще раз, еще раз Ай-я-я-я-я-я-я-я Гости Еще раз, еще раз 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 Столик, еще раз Еще раз, еще раз Еще раз Купить эту книгу Еще раз Еще раз, 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 еще раз Еще раз Еще раз, еще раз Еще раз, еще раз Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек, Бился в пене паранойи, как ведьмак на шаваше. Говорит, развяжите полотенцы и на веру изуверцы. Нам бермудно на сердце и бермудно на душе. Сорок душ во смен на вою раскалились на вела. О, как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда холоп-врач моргулись, телевизор запретил. Он, он, змей в окне маячит, за спиной у штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвит провода. И нам осталось у колодца, и упасть на дно колодца, И нам пропасть на дне колодца, как в вермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра. Папы, что сказали эти кандидаты в докторат? Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно. Удивительное рядом, но нам оно запрещено. А вон тантист, надомник Рудик, у его приемник Рундик. Он его ночами крутит, ловит контраферге. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся раз с утком. А к нам попал волнение жутком и с расстроенным желудком, И с номерочком на ноге. Он прибежал, взволнован крайний, сообщением нас потряс. Будь-то наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо, истратив, весь распался на куски. Но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, Что пермудский многогранник, незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, кашляй, лес и приставал. Но механик только трясся и чина реки стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Свился бывший алкоголик, матершинник и кромольник. Говорит, надо выпить треугольник. На троих его даешь. Разошелся, так и сыпеть, треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг ядреновож. Ликторы из передачи, тех, кто так или иначе, Говорят про неудачи и нервирует народ. Нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых, Превратить в умалишенных, ну а нас наоборот. Пусть безумная идея, вы не рубайте с горяча. Вызывайте нас скорее через гада-хлавврача. С уважением, Тата, подпись, отвечайте на МАТО. Если вы не отзоветесь, мы напишем Спорт-ЛАТО. Спасибо большое. Следующая песня тоже из серии шуточных. Песня называется «Посещение музы» или «Песенка плагиатора». Ну, кто такие плагиаторы, все наверняка знают. А Владимир Семенович на одном из своих концертов, можно сказать, даже не на одном, рассказывал такую историю. Значит, поэт Василий Журавлев в журнале «Октябрь» напечатал стихи, которые, как потом выяснилось, принадлежали Ане Ахматовой. Его, значит, спросили, говорит, ты, Вася, зачем это сделал? Он говорит, а я не знаю, они, говорит, как-то сами просочились. Ну, а потом подумал, и говорит, подумаешь, пусть она моих хоть два берет, мне, в общем, не жалко. Я сейчас взорвусь. Актриса Татон Тротила. Во мне заряд нетворческого зла. Меня сегодня муза посетила. Посетила, так немного посидела и ушла. У ней имелись веские причины. Я не имею права на нытье. Представьте, муза ночью у мужчины. Бог весть, что люди скажут про нее. И все же мне досадно, одиноко. Ведь это муза люди подтвердят. Засиживалась сутками у блока. У Пушкина жила, не выходя. Я бросился к столу, весь в нетерпении. Но, Господи, помилуй и спаси. Она ушла, исчезло вдохновение. И три рубля должно быть на такси. Я в бешенстве мечусь, как зверь по дому. Но, Бог с ней, с музой, я ее простил. Она ушла к кому-нибудь другому. Я, видно, ее плохо угостил. Огромный торт, утыканный свечами. Сосох от горя-то и я иссяк. С соседями я допил с волочами. Для музы предназначенный коньяк. Ушли года, как люди в черном списке. Все в прошлом я зеваю от тоски. Она ушла безмолвно по-английски. Но от нее остались две строки. Вот две строки. Я к гений, прочь сомнения. Даешь восторге лавры и цветы. Вот две строки. Я помню это чудное мгновение. Когда передо мной явилась ты. Организатор фестиваля Красноярск поет Высоцкого. Территориальный градостроительный институт Красноярск граждан проект. При поддержке администрации города Красноярска. Генеральный партнер. Союз строителей Красноярского края. Информационные партнеры концерта Красноярск поет Высоцкого. Рекламное агентство РБС. Дорожное радио Красноярск. Еженедельник Шанс. Сеть супермаркетов Красный Яр. Радио Маяк. Рекламное агентство Постер Информ. Еженедельник Телевизор. Городское радио Красноярск. Рекламное агентство Премиум Групп. Еженедельник Комок. Авторитетное радио. Рекламное бюро Наш Город. Радио Комсомольская Правда. Рекламно-продюсерская компания Город. Еженедельник Кошелек. Российская вещательная сеть РМС. Радио Шансонг. На сцене группа Валхала. Есть? 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 Добро пожаловать в наш канал! Большая техническая заминка. В двух словах расскажу о фестивале, который прошел недавно уже в 13-й раз на берегах Маны, недалеко от поселка Нарва. Высоцкий Сибирь, куда съезжается очень много человек. По моим подсчетам в этот раз, наверное, ну тысячи три с половиной точно было. Все в палатках, весь берег Маны, все очень красиво. Порядка 210 участников конкурсной программы. Это автор-исполнители. Проходила по нескольким номинациям традиционно. Автор текста, автор музыки, исполнитель. И отдельно, конечно же, шла номинация песни Владимира Семеновича Высоцкого. Дружелюбная атмосфера на этом фестивале. Все на самом деле пропитано какой-то вот духом, наверное, так можно сказать, Владимира Высоцкого. Потому что, как вы знаете, там снимался этот фильм «Хозяин тайги», где вместе с Валерием Золотухиным Владимир Семенович сыграл одну из главных ролей. Так что, если у вас будет возможность на следующий год запланировать время для отдыха в Красноярском крае, обязательно посетите это замечательное мероприятие. Послушайте песни у костра, попойте вместе с бардами, искупайтесь в мане, в конце концов. Все, у нас все готово. Встречайте, группа Валхала! 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 Спасите наши души, мы вредим от удушья. Спасите наши души, спешите нам. Услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше. И ужас режет души на попах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем на рассвете, приказ есть, приказ. Погибнуть во свете, уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, нам нечем. Но помните нас, вот вышли навек мы, но выхода нет. Ход полный наверх и затянув и нервы. Конец всем печалям, концам и началам. Мы рвемся с причалом за место торпеть. Спасите, спасите наши души, мы вредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам. Услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше. И ужас режет души на попах. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое! Вспоминает актер Всеволод Абдулов. Как-то ехали мы с Володей в машине, говорили о том, о всем, ни о чем. Вдруг, замечая, он какой-то стал отстраненный, такой вроде как сам в себе. Через несколько минут попросил бумажкой, у меня так назло ничего под рукой не оказалось. Но была пачка из-под папирос, по мир. Я разорвал ее, передал ему, и на оборотной стороне он на моих глазах за полчаса написал песню. Дорогие друзья, ну а сейчас под ваши аплодисменты на нашу сцену выходит лауреат фестиваля Высоцкий Сибирь прошлого года. Виктор Никитин, как раз номинации песни Владимира Высоцкого. Пока он настраивается в двух словах, привет от наших друзей, ансамбля «Цыганская дорога». Вот прям за палаткой звукорежиссера вы сможете приобрести дискус с их песнями. Встречайте! Виктор Кузьмич Никитин! Добрый вечер! Я хочу пожелать вам всего доброго и с полной песней все ушли на просьбу. Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, Что крест на крест заколочены, надпись все ушли на фронт. Что крест на крест заколочены, надпись все ушли на фронт. За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. А там год за три, если Бог хранит, и как в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохроми, нынче всем идти на фронт. А у начальника березкина, а ох и гонор, ох и понт. И душа крест на крест досками, но и он пошел на фронт. И душа крест на крест досками, но и он пошел на фронт. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом? Кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом? И пусть другие заключенные прочитают у ворот. Нашу память застекленную, надпись все ушли на фронт. Нашу память застекленную, надпись все ушли на фронт. Всего лишь час дают на арт-обстрел. Всего лишь час в пехоте передышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, но кому до вышки. За этот час не пишем ни строки. Молись богам войны, артиллеристам. Ведь мы не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам. Перед атакой водку, вот ну ура! Своё пили мы ещё в гражданку. Поэтому мы не кричим ура! За смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали руби фашистского бродягу! Ты пей штыком, а лучше пей рукой. Оно надёжней, да оно и тише. И ежели останешься живой, Гуляй, рванина, отрубляй выше. И ежели останешься живой, Гуляй, рванина, отрубляй выше. Считает враг моральным и слабым. За ним лес и города сожжёны, А вы лучше лес рубите на гробы. В прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на гробы. В прорыв идут штрафные батальоны. Он в 6.00, его сейчас обстрел. Ну, бог войны, давай, без передышки. Всего лишь час до самых главных дел. Как уговорли на многому до вышки. Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, а большинству до вышки. Виктор Никитин Организатор фестиваля Красноярск поёт Высоцкого Территориальный градостроительный институт Красноярск граждан проект При поддержке администрации города Красноярска Генеральный партнёр Союз строителей Красноярского края На сцене Юлия Кет Как случилось Мужчины ушли Побросали посевы до срока Вот их больше не видно из окон Растворились в дорожной пыли Вытекают из кола созерна Эти слёзы нержатых полей Их холодные ветры проворно Потекли из щелей Мы вас ждём Торопите коней Добрый час, добрый час, добрый час Пусть попутные ветры не бьют А ласкают вам спины А потом возвращайтесь скорей И вы плачут по вас И без ваших улыбок бледнеют И сохнут рябины Мы высоких живём в теремах Входа нет никому в эти здания Одиночество и ожиданье Вместо вас поселились в домах Потеряла и свежесть, и прелесть Белизна ненадетых рубах Даже старые песни приелись И навязли в зубах Мы вас ждём Торопите коней Добрый час, добрый час, добрый час Пусть попутные ветры не бьют А ласкают вам спины А потом возвращайтесь скорей И вы плачут по вас И без ваших улыбок бледнеют И сохнут рябины Всё единою болью болит И звучит с каждым днём непрестанней Вековечный надрыв причитаний Отголоском старинных молитв Мы вас встретим и пеших, и конных Утомлённых, нецелых, любых Только вне пустота похоронных Непричувствия их Мы вас ждём Торопите коней Добрый час, добрый час, добрый час Пусть попутные ветры не бьют А ласкают вам спины А потом возвращайтесь скорей И вы плачут по вас И без ваших улыбок бледнеют И сохнут рябины Спасибо большое, Юлия Кет На сцене появляется уже наш гость Когда-то жил в Красноярске, теперь покоряет столицу Пётр Винтовкин с группой товарищей Под ваши аплодисменты Красноярск поёт Высоцкого Всем добрый вечер Я помню Ленинградский блокад Но я тогда не пил и не гулял Я видел, как горят огнём Ботанинские склады В очередях за хлебушком стоял Граждане смелые Что ж тогда вы делали Когда наш город Счёт не вёл смертям Ели хлеб с горкой А я считал махоркой Окурок с подплатборной Чёрт из чем напополам А в стужи Даже птицы не летали А вору было нечего украсть Родители моих В ту зиму ангелы прибрали А я боялся Только бы не упасть Было здесь и дофига Голодных и дистрофиков Все голодали Даже прокурор А вы, балакуасы Читали информации И слушали По радио Отцов инфобюро Блокада Было здесь и дофига Голодных и дистрофиков Все голодали Даже прокурор А вы, балакуасы Читали информации И слушали по радио Особным форумбюро Блокада Затянулась Даже слишком Но наш народ Ворогов своих разбил И можно жить Как у Христа За пазухой под вышкой Так только Мешает Барригадамил А я скажу вам ласково Граждане с повязками В душу ко мне Лапами лезть Про жизнь Вашу личную И непатриотичную Знают уже органы И ВЦСПС Следующая песня Немного хулиганская А любви Тот, кто раньше с ней был В маленькой жене В тот вечер я не пил, не пел Я на небе вообще глядел Как смотрят дети Как смотрят дети Так смотрят дети А тот, кто раньше с ней был Сказал мне, чтоб я уходил Сказал мне, чтоб я уходил Чтоб мне не светит А тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил Сказал мне, чтоб я уходил, чтоб мне не светит А тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне ходил А я все помню, я был не пьяный Когда же я уходить решил, она сказала, не спеши Она сказала, не спеши, мне слишком рано Когда же я уходить решил, она сказала, не спеши Она сказала, не спеши, мне слишком рано А тот, кто раньше с нею был, меня как видно не забыл И как-то восемь, и как-то восемь Иду с дружком, они стоят, они стояли молча в ряд Они стояли молча в ряд, их было восемь Иду с дружком, они стоят, они стояли молча в ряд Они стояли молча в ряд, их было восемь Со мною нож решит, что ж, меня так просто не возьмешь Держитесь, гады, держитесь, гады К чему за даром пропадать? Ударил первый я тогда, Ударил первый я тогда, так было надо. Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. На 8 бед один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет, Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперёк, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, и я держался. Слуха мигом пронеслась, а на меня не начналась, Но я прощаю, её прощаю, Её, как водится, простил Того, что раньше с ней был Того, что раньше с ней был, не изменяю Её, конечно, я простил Того, что раньше с ней был Того, что раньше с ней был, я повстречаю Как-то в народе называют эту песню «Купола» А в оригинале она называется «У Владимира Семёновича» Сказ о Петровской Руси А как заслышится Мне нынче, как задышится Воздух крут и грозой Крут довязок Что споется мне сегодня А что услышится Птицы речи поют Печалится, дранит душу Чудной алкогноз Словно семь советных струк Печалится, дранит душу Печалится, дранит душу Печалится, дранит душу Чудной алкогноз Печалится, дранит душу Великую Великую Тосонную страной Пересолона, да горько, кисло-сладкою Голубою, родниковою живого Грязь нечаткая, жирной торжавою Вязнут лошади по стременам И влекут меня сонной державою Что раскрызла, распухла от сна Слово себе заветный губ на пути моем встает Эта птица, как мою, надежду подает Душу вбитую, да стертую Утром томи, да каменьями Перекатами Если до крови ласкут истончал Золотую, золотыми я заплатами Чтобы чаще Господь замечал Чтобы чаще Господь замечал Чтобы чаще Господь замечал Федор Винтовкин с группой товарищей Спасибо Из воспоминаний Владимира Ландсберга, автора, исполнителя В 1967 году на биофаке Московского государственного университета Должен был выступать Владимир Высоцкий Естественно, желающих попасть на этот концерт было гораздо больше, чем мест в самой большой аудитории факультета Да и не все желающие были в достаточно хороших отношениях с комитетом комсомола, через который распространялись билеты Примитивные самоделки, размноженные фотоспособом Три предприимчивых студента, со слов одного из которых Михаила Ившиной записана эта история Решили помочь народному горю, попросив на время единственный экземпляр заветной бумажки Они в кратчайшие сроки изготовили копии с него вдвое больше, чем было в природе настоящих билетов Своих клиентов они, правда, честно предупреждали, чтобы те приходили заранее, так как возможны проблемы с местами Так что, когда к аудитории стали подтягиваться обладатели натуральных билетов, та была уже не просто полна, а прям-таки забита К моменту появления на сцене Владимира Семеновича конфликт все еще не был разрешен Слушатели толпились в проходах и на галереях и уже довольно плотно сидели на ступеньках Аудитория представляет собой довольно крутой амфитеатр А под всеми дверьми возбужденно гудели те, кому не досталось никаких билетов И тут случилось непредвиденное В самой верхней части аудитории есть двери, соединяющие ее с коридором третьего этажа Массивные, дубовые, в полтора человеческих роста Большую часть года они заперты и по особым торжественным случаям открываются наружу А тут они в первый и пока в последний раз за всю свою жизнь открылись внутрь И прямо по сидящим на ступеньках покатилась волна пьяных от своей удачи без билетников Положение спас Высоцкий Он ударил по струнам и запел что-то энергичное Кажется, порвали парус Все замерли в тех позах, в которых их застигли первые звуки Потом, когда песня кончилась, все осели там, где стояли Места всем хватило и вообще больше никаких эксцессов на концерте не было На сцене Василий Болотов В честь шахматной короны две серии Первая называется «Игра» Я славичал, вы что там обалдели? Уронили шахматный престиж? А мне сказали в нашем спортотделе Вот прекрасно ты защитишь Но учти, что фишер очень ярок Даже спит с тоскою силовнем Он играет чисто без помара Но ничего, я тоже не подарок У меня в запасе ход конем Эх, вы, мускулы сталиные Мышцы и сильные спины Эх, резные расписные Эх, вы, кони досолоны Вдруг мой футболист учил, не бойся Он к таким партнерам не привык Затылы и центр, не беспокойся А играй по краю напрямик Я налег, набег на сто метровки В бане вес загнал, отлично сплю Были по хоккею тренировки Но, в общем, после этой подготовки Я его без мата задавлю Только были бы ладони Мышцы и сильные спины Эх, вы, кони мои, кони Эх, вы, кони досолоны Не спешите, а главное, не горбись Так боксер беседовал со мной Ближний бой, не лезь, работай в корпус И помни, что короны твой прямой В честь короны шахматной на карте Он от поражения не уйдет Мы сыграли, стали в десять партий Преферанс в очкой на бильярде Таль сказал, такой не подведет Ох, релье в мускулатуре Дельта видны и сильны Эх, вы, легкие фигуры Эх, вы, кони досолоны В их буквете для других закрытым Повар успокоил неробей Да ты с таким прекрасным аппетитом Раз проглотишь всех его коней Ты присядь перед дорогой дальней И возьми с питанием рюкзак На двоих готов пирог пасхальный Этот фишер хоже гениальный Но поесть, попить, покушать не дурак Эх, вы, крепкие орешки Эх, корону привезем Спать ложусь, а вроде пешки Просыпаюсь, а ферзем И вторая серия Игра Только прилетели, сразу сели Фишки все заранее стоят Фоторепортеры налетели И слепят, и с толку сбить хотят Но меня и дома кто положит Репортерам с ног меня не сбить Мне же неумение поможет Этот фишер ни за что не сможет Угадать, чем буду я ходить Выпало ходить ему за диры Говорят, он белыми мостах Сделал ход Е2 на Е4 Что-то мне знакомое так-так Ход со мной, что делать надо, Сева Наугад, как ночью по тайге Помню, все главнее королева Ходит взад-вперед и вправо-влево Но огонь не только буквой ГЭН Эх, спасибо заводскому другу Научил, как ходить, как сдают Выяснилось позже я с испугу И разыграл классический дебют Все боюсь, чтобы не было промашки Вспоминаю повара в тоске Эх, сменить бы пешки на рюмашки Живо прояснилось на доске Вижу, он нацеливает вилку Хочет есть, и я бы съел ферзя Под такой бы загустопутылку Но во время матча пить нельзя Я голодный, посудите сами Здесь у них лишь кофе да омлет Фишки, как круги перед глазами Королей я путаю с тузами И с дебютом путаю дуплет Есть примета, вот я и рискую В первый раз должно мне повезти Да я ж его замучу, зашахую Мне бы только в тапке провести Не мычу, не телюсь, весь как вата Надо чем-то бить давно пора Чем же бить ладьёю страшновато Справа в челюсть вроде рановато Неудобно всё же первая игра Он мою защиту разрушает Старую индийскую момент Это смутно мне напоминает Индопакистанский инцидент Только зря он шутит с нашим братом У меня есть мира даже две Если он меня прикончит матом Я его через бедро с захватом Или этот самый ход конём по голове Я ещё чуток добавил прыти Всё не так уж сумрачно вблизи В мире шахмат, пешка может выйти Если тренируется в ферзи Фишер стал на хитрости пускаться Станет пробежиться и назад Предложил дурами поменяться Но ещё б ему меня не опасаться Я же лёжа жму сто пиздесят Я его фигурку с мерилоком И когда он объявил мне шах Обнажил я бицепс ненароком Даже снял для верности пиджак И мгновенно в зале стало тише Он увидел, как я привстаю Видно, ему стало не на фише И хвалёный прислал ты фишер Тут же согласился на ничью Василий Болотов На сцене Виктория Белошапкина В жёлтой жаркой Африке В центральной её части Как-то вдруг не в графиках Случилось о несчастье Слон сказал, не разобрав Видно быть по топу В общем так, один жираф Влюбился в антилопу Вдруг поднялся, голдёж шилай И только старый попугай Громко крикнул из ветвей Жираф большой, ему ведь нет Что же, что на камне, кричал жираф любовно Нынче в нашей пауне равны все поголовно Если вся моя родня будет ей не рада Не пеняйте на меня, я уйду из стада Вдруг поднялся, голдёж шилай И только старый попугай Громко крикнул из ветвей Жираф большой, ему ведь нет Папе антилоп ему Зачем такого сына Все равно, что в лоб ему Что в волну все едино И жирафа взять, дружить Видали остолопа Не ушли к бизону жить Жирафа А маттилопа Вдруг поднялся, голдёж шилай И только старый попугай Громко крикнул из ветвей Жираф большой, ему ведь нет Желтой жаркой Африке Не питать идилли Льют жираф жирафикой Слёзы крокодильи Только горе не помочь Нет теперь закона У жирафа вышла Дочь замуж За бизона У жирафа был неправ Но виновен не жираф А тот, кто крикнул из ветвей Жираф большой, ему ведь нет У жирафа был неправ У жирафа был неправ Но виновен не жираф А тот, кто крикнул из ветвей Жираф большой, ему ведь нет Спасибо Спасибо Юная участница нашего концерта Виктория Белошапкина Спасибо ей и её родителям Да? Мы продолжаем наш концерт Я приглашаю на нашу сцену Будущих актёров Пока они ещё учатся Этому замечательному ремеслу Костя Русанов Алексей Ковригин Они исполняют Они сыграют Что называется Как настоящие актёры Одно из произведений Владимира Высоцкого Друзья мои Ну а я напоминаю, что Справа от меня Слева от вас От сцены Можно приобрести книгу О Владимире Семёновиче Высоцком Либо произведение Владимира Семёновича Высоцкого А также Ну если вы хотите Приобрести футболку на память С логотипом Красноярского Повет Высоцкого Бога ради Ну что Продолжаем Константин Русанов Справа от меня Алексей Ковригин Слева Встречайте Сказать по-нашему Мы выпили Немного Не вру ей Богу Скажи Серёха И если водку Гнать Не изопилок То чё б нам было С трёх-чёврёх С пяти бутылок Вторую Пили бриз-прирабку За куточки Ну это были Ещё цветочки Потом в скверу Где детские Грибочки Потом Не помню Дошёл Доточки Ну ещё б Я пил из горлышка С устатку И не ем Что чё вы хотели Ну я был как стекло То есть Остекленевший Ну а когда Коляска Подкатила Тогда у нас было Семьсот Нарыло Ну и правда Третьего Насильно Затащили Ну а тут Про Машки Ну вы понимаете Переборщили А шо очки Товарищи Разбили Так вот О портвейном Устуху били А товарищ Первый Нам сказал Что вы уймитесь Что не буянь Ну говорит Разойдитесь На разойтись Я кстати Сразу же Согласился И разошёлся То есть Расходился Ну если я кого рухнул Карайте строго Ну это вряд ли Скажи Серёга Он вообще не ругается А шо упал Так то от помутнения А орал не сгорю А от отупения Теперь позвольте Пару слов без протокола Товарищ старшина Чему нас учит Семья и школа Что жизнь Сама таких Накажет строго Правильно говорю Тут мы согласны Скажи Серёга Вот он Утром Протрезвеет Скажет Пусть жизнь Осудит Пусть жизнь Накажет А вы отпустите Ну вам же Легче будет Чего возиться Ну раз Жизнь осудит А вы не глядите Что Серёжа Всё кивает Но он Сноображает Он всё понимает А что молчит Так это От волнения От осознания Так сказать И просветления Ой Не запирайте Люди Плачут Дома детский Я мужа В химке А мне В медведке Всё равно Автобусы Не ходят Метро Закрыто Сакси Не сойдет Приятно Всё же Что нас здесь Уважают Хляди Серёг Подвозят Люди Сажают Разбудят Утром Не пятох Про кукуреков Всё рыжан Подымет Прям как Человек Нас чуть Не с музыкой Проводят Как проспимся Я руть Заначал Сергей А похмелимся И всё же Брат Трудна у нас Дорога Эх Бедолага Ну спи Серёга Организатор Наверно я погиб Глаза закрою Вижу Наверно я погиб Горобей А потом Куда мне До неё Она была В Париже И я вчера Узнал Не только В нём Одном Такие песни Пел Я ей Про север Дальний Я думал Вот чуть-чуть И будем Мы на три Но я Напрасно Пел А по оси Нейтральной Ей глубоко Плевать Какие там Цветы Я спел Тогда ещё Я думал Это ближе Про юг И про того Кто раньше С нею был Но что ей До меня Она была В Париже И сам Марсель Марсо Ей что-то Говорил Я бросил Свой завод Хоть и в общем Был не в праве Засел За салавари На совесть И на страх Но что ей До того Она уже В Варшаве Мы снова Говорим На разных Языках Приедет И я Скажу По-польски Прошу Пани Прими Таким Как и есть Не буду Больше петь Но что ей До того Она уже В Иране Я понял Мне за ней Конечно Не успеть Ведь она Сегодня здесь А завтра Будет Восло Да я попал В прозак Да я попал В беду Кто раньше С нею был И тот Кто будет После Пусть пробуют Они Я лучше Я лучше Пережду Кто раньше Прижей А до чего Вань Размалеванный И голос Как у алкашей А этот Вань Ты глянь На шурин Погожь Такая шпень Нет-нет Ты глянь Я правду Вань Послушай Зин Не трогай Шурина Какой Не есть А он Родня Сама Намазана Прокурина Гляди Ты дождешься У меня А чем болтать Лапзин Монтрак Сгонял в магазин Че не пойдешь Ну я один Подавись Зин Ой-ой Гляди Какие карлики В черзи одеты Не вшивьет На нашей Пятой Швейной Фабрики Такое Вряд ли Кто Пошьет А у тебя Ей-бог Вань Ну все друзья Такая рвань И пьют с утра В такую рань Такую дрянь Мои друзья Хоть не в баллоне Зато Не тащут Из семьи А гадость Бьют Из экономии Хоть поутру Да на свои А у тебя Самой Зин В семидесятом Был грузин Да кто-то Вообще Хлебал бензин Ты вспомни Зин Ой, Иван Умру от акробатика Смотри Как вертится Нахал Савцех Наш Товарищ Сатюка Недавно В клубе Так скакал А ты Придешь Домой Иван Поешь Сразу Иван Или Вон Кричишь Когда Не пьешь Ты Че Иван Ты Зин На грубость Нарываясь Все Зин Обидеть Нарываешь Тут Сзади Так Нахувыргаясь Придешь Домой Там Ты Сидишь Ну И Меня Конечно Зин Все Время Тять Магазин А там Друзья Ведь Я Ж Не Пью Один Ой Вань Кричи Попугайчики Нет Я Ей Бог С Кричу А Это Кто В Корот К Маечке А Я Вань Так Уж Хочу В конце Квартала Правда Вань Ты Мне Так Уж Сваргань Че Отстань Опять Отстань Обидно Вань Уж Ты Б Лучше Помолчала Бы Накрилась Приме В Квартал Кто Мне Писал На Службу Жалобы Как Нет Да Я Ж Их Читал К К Тому Ж Это Май Кузин Тебе На Пять Позор Один Тебе Житья Пойдет Держит Где День Зин Ого Однако Ж Гимнаст Чего Творит Хотя В летах У Нас В Кафе Молочном Ласточка Официант К Может Так А у Тебе Подруг Зин Все Вяжут Шапочки Для Зин От Их Нескучных Образин Дуреешь Как Вань Алилька Федосеева Кассир Швист Запоков Ты Хни Приставал На новоселье Помнишь Нет Она Так Очень Ничего А чем Ругаться Лучше Вань Поедем В отпуск Веревань Чу Отстань Опять Отстань Обидно Вань Спасибо Зинур Миналиев На сцене Дмитрий Корявин Высоких Здравствуйте Мужчины И Женщины К сожалению Я сегодня Без своих Товарищей Никто Правда Из этих Талантливейших Людей Не Обладает Искусством Татуировки Ну Кто знает Жизнь Штука Неизвестная Интересная Может быть Не они А кто-нибудь Другой Появится В нашей жизни Именно так И называется Песня Татуировка И именно Эта песня Является Первой Официальной Песней Владимира Семеновича Не делили мы тебя И не ласкали А что любили Так это Позади Я ношу в душе Твой светлый образ Валя Алёша Выколол твой образ На груди Да Я ношу в душе Твой светлый образ Валя Алёша Выколол твой образ На груди И в тот день Когда прощались На вокзале Я тебя До гроба Помнить Обещал Я сказал Что не забуду Жизнь Валя А я тем более Алёша Отвечал Да Я сказал Что не забуду Жизнь Валя А я тем более Алёша Отвечал А теперь Реши Кому из нас С ним хуже И кому Трудней Попробуй Разбей У него У него Твой Профиль Выколот Снаружи У меня Душа Изрань Нас И когда мне Так уж Тошно Хотя На плохом Пусть Мои Слова Тебя Не оскорбят Я Прошу Алёша Растегни Рубаку И Гляжу Гляжу Часами На тебя Да Я Прошу Алёша Растегни Рубаку И Гляжу Гляжу Часами На тебя Но Недавно Мой Товарищ Друг Хороший Он Беду Мою Искусством Поборол Он Скопировал Тебя С Груди Алёши И На Грудь Мою Твой Профиль Наколол Да Он Скопировал Тебя С Груди Алёши И На Груди Мою Твой Профиль Наколол Знаю Я Чернить Своих Друзей Неловко Но Ты Мне Ближе И Роднее От Того Что Моя Верни Твоя Татуировка Много Лучше И Красивше Чем Его Да Что Моя Верни Твоя Татуировка Много Лучше И Красивше Чем Его Спасибо Люблю тебя Сейчас Не тайно На показ Не после И не до В лучах Твоих Сгораю На взрыт Или Смеясь Но Я люблю Сейчас А После Не хочу А в будущем Не знаю В прошедшем Я Любил Печальнее Могил Все Нежное Во мне Пескрылит И Стреножит Хотя Поэт Поэтов Говорил Я Вас Любил Любовь Еще Быть Может Так Говорят Оброшенным Отсветшим И в этом Жалость Есть И снисходительность Как К свергнутому Строна Королю Есть В этом Сожаление Об ушедшем Стремление Где Утеряна Стремительность И Как Бы Недоверье К Я Люблю Люблю Тебя Теперь Без Пятен Без Потерь Мой Век Стоит Сейчас Я Вен Не Перережу Во Время В Продолжение Теперь Я Прошлым Не Дышу А Будущим Не Брежу Приду И в Брод И Вплавь К Тебе Хоть Обезглавь С Цепями На Ногах И С Гирями Попуду Ты Только По Ошибке Не Заставь Чтоб После Я Люблю Добавил Я И Буду Есть Горечь В этом Буду Как Ни Странно Червоточина И Лаз Для Отступления Про Запас Бесцветный Яд На Самом Дне Стакана И Словно Настоящему Пощечина Сомнение В Том Что Я Люблю Сейчас Смотрю Французский Сон С Обилием Времен Где В будущем Не так И В прошлом По-другому К К позорному Столбу Я Пригвожден К барьеру Вызван Я Я Языковому Ах Разность В языках Неположение Крах Но выход Мы вдвоем Поищем И Обрящем Люблю Тебя И В сложных Временах И В будущем И В прошлом Настоящим Красивых Любят Чаще И Прилежней Веселых Любят Меньше Но Быстрей И Молчаливых Любят Только Реже Зато Уж Если Любят Кто силеней Не кричи Нежных Слов Не Кричи До Поры Подержи Их В неволе Пусть Кричат Пароходы В Ночи Ну А ты Помолчи Промолчи Поспешишь И Ищи Ветра В поле Она Читает Грустные Романы Но Пусть Сравнит И Ты Доверься Ей Ведь Появились Черные Тюльпаны Чтобы Казались Белые Белей Не Кричи Нежных Слов Не Кричи До Поры Подержи Их В неволе Пусть Поэты Кричат И Грачи Ну А ты Помолчи Промолчи Поспешишь И Ищи Ветра В поле Ветра Слабо Бегут Им Тесно Ну и Что же Ты Никогда Не бойся Опоздать Их Много Слов Но Все же Если Можешь Скажи Когда Не Можешь Не Сказать Не Кричи Нежных Слов Не Кричи До Поры Подержи Их В неволе Пусть Кричат Пароходы В ночи Ну А ты Помолчи Промолчи Замолчи Поспешишь И Ищи Ветра В поле Спасибо Всего доброго Счастливо Телевизор Городское радио Красноярск Рекламное агентство Премиум Групп Еженедельник Комок Авторитетное Радио Рекламное бюро Наш Город Радио Комсомольская Правда Рекламно-продюсерская Компания Город Еженедельник Кошелек Российская Вещательная сеть RMC Радио Шансон На сцене Екатерина Передня Рекламное бюро Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Травушка Травушка Муравушка Сочная Мягкая Без тебя ломается Ветры дуют Долюшка Солдатская Родная Родная Что же пыль и грудь твою Не минуют Год возьмут Кольцо Мое С белого Блюдеца Коровод Завертится Грустно В нем Пусть Мое Гадание Сбудется Сбудется Пусть Вернет Нас Уженый Вешним Днем Пусть Пусть Пой Пой Как прежде Весело Идучи К дому Ты Тихим словом Ласковым Утешай А житье О Небесина О Муды О Муды Ожидает Марьюшка Поспешай Спасибо Спасибо Вспоминает актер Лев Дуров Дело было в Междуреченске Мы с Владимиром Семеновичем туда ездили совместный концерт давать Там была забавная ситуация Был начальник отдела культуры по фамилии Курочкин Добрейший, интеллигентнейший человек И вот после Володиных гастролей его вызвали в Москву на ковер Вызвали его, говорят Дескать, покайтесь по поводу организации неофициальных концертов Высоцкого Иначе вам дела ваши будут очень плохи А он говорит, понимаете, ну как я могу покаяться, когда начальник госбезопасности области на вертолете прилетел специально, чтобы послушать Высоцкого И попросил меня оставить билеты Первый секретарь обкома тоже прилетел на вертолете И назвал он таким образом человек десять высоких чиновников, которые слетелись на концерт Высоцкого на вертолетах Ну как мне после этого каяться? Тогда ему там сказали, знаешь что, Курочкин, давай вали отсюда На сцене Артем Толстобров Помогайте! Добрый вечер! Я спросил тебя, зачем идете в горы вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой Ветель брус из самолета, видно здорово Но ты успеялась ты, но взяла с собой И с тех пор ты стала близкая и ласковая Альпинистка моя, скалолазка моя Первый раз меня из трещины вытаскивая Улыбалась ты, скалолазка моя А потом за эти проклятые трещины Когда ужин твой я нахваливал Получил я две короткие затрещины Но не обиделся, а приговаривал Ох, какая же ты близкая и ласковая Альпинистка моя, скалолазка моя Каждый раз меня по трещинам выискивая Ты бронила меня, альпинистка моя А потом на каждом нашем восхождении Ну почему ты ко мне, недоверчивая Страховала ты меня с наслаждением Альпинистка моя, гуттоперчивая Ох, какая же ты не близкая и не ласковая Альпинистка моя, скалолазка моя Каждый раз меня из пропасти вытаскивая Ты ругала меня, скалолазка моя За тобой тянулся в горы из последней силы я А тебя уже не рукой подать Вот долезу и скажу Довольно, милая Вдруг сорвался вниз, но успел сказать Ох, какая же ты близкая и ласковая Альпинистка моя, скалолазка моя Мы теперь с тобой одной веревкой связаны Стали оба мы скалолазами Ох, какая же ты близкая и ласковая Альпинистка моя, скалолазка моя Мы теперь с тобой одной веревкой связаны Стали оба мы скалолазами Мы теперь с тобой одной веревкой связаны Стали оба мы скалолазами Стали оба мы скалолазами С кололазки! Калолазках��면 Продолжение следует... Продолжение следует... Мир подводный и надводный свой Не задумываясь выплеснуть Дом хрустальный на горе для неё Сам как пёс бы, так и рос в цепи Родники мои серебряные Золотые мои россыпи Родники мои серебряные Золотые мои россыпи Не сравнил бы я любую с тобой Хоть косни меня, расстреливай Посмотри, как я любую с тобой Как мадонной раба элевай Дом хрустальный на горе для неё Сам как пёс бы, так и рос в цепи Родники мои серебряные Золотые мои россыпи Родники мои серебряные Золотые мои россыпи Если беден я, как пёс один И в дому моём шаром кати Ведь поможешь ты мне, Господи И не дашь их не сконкать Дом хрустальный на горе для неё Сам как пёс бы, так и рос в цепи Родники мои серебряные Золотые мои россыпи Родники мои серебряные Золотые мои россыпи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На сцене Дмитрий Целуенко Шуточная песня Дмитрий Целуенко 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 Хотя и пережиток старины А раньше, а раньше мы во все края И надо, и не надо Дарили лиги и житья В окладе без оклада Из пыльных ящиков косясь Безропотно устала Искусство древнее от нас Бывало и всплывало Доктор зубным высверлил Хоть слезу мистер лил Но таможник вынул из дупла Чуть поддев лопатою Мраморную статую целенькую Только без весла Общупали заморского барыгу Который подозрительно прийти И сразу же нашли в кармане фигу А фиги вместо косточки дриптик Зачем вам складень пассажир Купили бы за трешку В березке русский сувенир Хармонь или матрешку Мир, дружба, прекратите конь Попер он как на кассу Козе баян, папу гармонь Икона папуасу Тяжело с пиздами Контрабандистами Этот, что статуи был лишен Малый с подковыркою Цыкнул зубом с дыркою Сблюнул и уехал в Вашингтон Как хорошо, что бдительнее стало Таможня ищет ценный капитал Чтоб золотинки с ним бы не упало И чтобы гвоздок с распятий не пропал Тоскай, кто иконостас, кто крестик, кто иконку Так веру в Господа от нас Увозят потихоньку И на поездке вдалеко Навек бесповоротно Угодники идут легко Пророки неохотно Реки льют Вот я весь я тут А вот он я Слабый ли таможний интерес Правда, возле щикола Синий крестик выколот Но я скажу, что это красный крест Один мулат-рептик запрятал книги Да, контрабанда это ремесло Я пальцы сшал в кармане в виде фиги На всякий случай, чтобы пронесло Арабы нынче ну и ну Европу поприжали А мы в шестидневную войну Их очень поддержали Они к нам ездят неспроста Задумайтесь об этом И возят нашего Христа Навстречу с Магометом И я пока Здесь еще Здесь мое Детичо Все мое и дело и родня Лики, как товарищи Смотрят, понимающие С почерневших тосок на меня Сейчас, как вытрезвители ханы Разденут стыд и срам При всех святых Найдут мазку туман В кармане фигу Крест на ноге И кликнут понятых Я крест срапывал, кляня Судьбу у себя все вкупе Но тут ступился за меня Ответственный по группе Сказал он тихо делово Такого не обшаришь Мол, вы не трогайте его Мол, кроме водки Ничего Проверены Наш товарищ Дмитрий Целуенко Спасибо Информационные партнеры концерта Красноярск поет Высоцкого Рекламное агентство РБС Дорожное радио Красноярск Еженедельник Шанс Сеть супермаркетов Красный Яр Радио Маяк Рекламное агентство Постер Информ Еженедельник Телевизор Городское радио Красноярск Рекламное агентство Премиум Групп Еженедельник Комок Авторитетное радио Рекламное бюро Наш Город Радио Комсомольская Правда Рекламно-продюсерская компания Город Еженедельник Кошелек Российская вещательная сеть РМС Радио Шансон Для съемок фильма Одесской киностудии Опасные гастроли Утвердить Высоцкого на роль Было очень трудно Высоцкого тогда старались Держать в профессиональной изоляции А в Одессе Тогдашний секретарь обкома Синица Вообще пытался запретить Пускать его в город За прослушивание песен Владимира Семеновича В 70-х в Одессе Запросто могли исключить из института Тем не менее Высоцкого Удалось протащить на роль Многие актеры Пробовавшиеся на эту же роль Зная, что их приглашают на место Владимира Семеновича Умышленно проваливали свои пробы Кто-то откровенно валял дурака перед камерой Кто-то приходил на съемку пьяным Некоторые просто прогуливали эти пробы Полгода опасные гастроли не пускали на экраны Когда картина практически уже была закрыта Ее привезли на показ в ЦК КПСС Анастас Микоян зашел на просмотр фильма Разрыдался и сказал, что лучше зо фильма Он не видел После этого опасные гастроли прошли С оглушительным прокатным успехом За год фильм посмотрели 87 миллионов зрителей Многие смотрели его по 2 и 3 раза На сцене группа Гамма Всем добрый вечер Здравствуйте Спасибо Вы знаете, сегодня не просто фестиваль Высоцкого Сегодня день музыки Почему? Потому что Высоцкий столько написал песен И вся мать Россия поет его Когда хорошо, когда плохо Когда совсем хорошо Мы вас всех поздравляем с этим праздником Спасибо! Спасибо! А что вы так хлопаете? Мы же еще не сыграли А вдруг я сейчас облажаюсь Но я слова не забуду Вот они Без слабых уелей Дрожат на лесу Здесь птицы щелечут Тревожно Живешь В заколдованном диком лесу Откуда уйти Невозможно Пусть черемухи сохнут Бельем на ветру Пусть дождем Опадают сирени Все равно я отсюда Тебя заберу Во дворец Пусть дождь Где играют свирели Твой мир Алдунами На тысячу лет Укрыт От меня И от следа Ты думаешь ты Что прекраснее Я заберу Сверхлый деревь С болтолем На море Я заберу Сверхлый деревьев В какой день Недели В котором Часу Ты выйдешь Ко мне Осторожно Когда Я тебя На руках Унесу Туда И найти Невозможно Украду Если кража Тебе По душе Зря ли я Столько сил Разботарил Соглашайся Соглашайся Хотя бы На рай Шалаше Если дерев Дворцом Кто-то саням Соглашайся Хотя бы На рай Шалаше Если дерев Дворцом Кто-то саням Немного Соглашай Спасибо Спасибо Вы знаете Мы потихонечку Приобщаемся К культуре И вот сегодня мы на фоне этого дворца хотим туда попасть А сейчас песня такая про секс, поэтому я ухожу Эту песню исполнял Владимир Высоцкий, музыка и его текст не его Но он любил исполнять эту песню на своих концертах Девушка из Нагасаки Он капитан и родина его Марсель Он обожает ссоры, брали и драки Он курит трубку, пьет крепчайший эльф И любит девушку из Нагасаки У ней следы проказы на руках У ней татуированные знаки И вечерами джигу в кабаках Танцует девушка из Нагасаки И вот жестокий штон Опять гремит гроза И в тихие часы, сидя на баке Он вспоминает карие глаза И вредит девушкой из Нагасаки Кораллов нити красные, как кровь И шелковую блузку цвета хаки И верную и нежную любовь Везет он девушке из Нагасаки У ней такая маленькая грудь А губы, губы алые, как маки Уходит капитан в далекий путь Целуя девушку из Нагасаки И вот вернулся он, спешит едва дыша И узнает, что господин во фраке Однажды, накурившись, кашиша Зарезал девушку из Нагасаки У ней такая маленькая грудь А губы, губы алые, как маки Уходит капитан в далекий путь Не встретив девушку из Нагасаки Уходит капитан в далекий путь Не встретив девушку из Нагасаки Зарезал девушку из Нагасаки Группа Гамма Однажды Высоцкому предложили выступить в Ереване Владимир Семенович согласился Прилетел в Ереван, где утрапа его ждала машина Его попросили петь без цензуры То есть и запрещенные песни Отработал концерт и только после этого решил поинтересоваться Кстати, ребята, где я хоть выступал, скажите? Ну что за организация? Это комитет государственной безопасности, Владимир Семенович? Высоцкий изменился в лице, а они продолжили Ничего, ничего, все в порядке Приезжайте к нам снова Большое вам армянское спасибо Организатор фестиваля Красноярск поет Высоцкого Территориальный градостроительный институт Красноярск-граждан-проект При поддержке администрации города Красноярска Генеральный партнер Союз строителей Красноярского края На сцене Виктор Никитин Я хочу исполнить песню «Дорожная история» Я вышел ростом и лицом Спасибо матери с отцом С людьми в ладу Не потакал, не понукал Спины не гнул, прямым ходил И в ус не доложил, как жил И голове своей руками помогал Но был донос и был навет Кругом пятьсот наших нет Был кабинет с табличкой «Время уважай!» Там прямо без соли съедят Там штемпель ставят наугад Кладут в конверт и посылают «Заможай!» Потом зачет, потом домой Семью годами за спиной Висят года на мне не бросить и не продать Но на начальника попал Который бойко вербовал И за Урал машины стал перегонять Дорога, а в дороге масс Который по уши увяз В кабинете ма Напарник третий час молчит Хоть бы ругал аж зло берет Назад пятьсот пятьсот вперед А он зубами танец с саблями стучит Мы оба знали про маршрут Что этот масс на стройках ждут А наше дело сел, поехал Полночь, полночь И надо ж так под Новый год Назад пятьсот пятьсот вперед Синдалим зря Пурга и некому помочь Глуши мотор, он говорит Пусть этот масс огнем горит Мол, видишь сам Тут больше нечего ловить Мол, видишь сам Кругом пятьсот И к ночи точно занесет Так заровняет Что не надо хоронить Я отвечаю не конюч А он закаечный за ключ И волком смотрит Он вообще бывает крут А что ему кругом пятьсот И кто кого переживет Да ты так кажет Кто был прав, когда припрут Он был мне больше, чем родня Он ел с ладони у меня А сейчас глядит в глаза И холод на спине А что ему кругом пятьсот И кто там после разберет Что он забыл Кто я ему и кто он мне И он ушел куда-то вбок Я отпустил, а сам прилег Мне снился сон Про наши селы на ворот Мне снилось вновь кругом пятьсот Ищу я выход из ворот Но нет его Есть только вход И то не тот Конец простой Пришел гигач И там был трос И там был врач И масс попал Куда положено ему И он пришел Трясется весь А там опять далекий рейс Я зла не помню Я опять его возьму И он пришел Трясется весь А там опять далекий рейс Я зла не помню Я опять его возьму Спасибо. 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 Я сделал песню по этому поводу, мы ему не говорили, что это про него. И однажды я ему ее спел. И он говорит, да-да-да, это было очень точно, это было-было-было. Вот. Поэтому я вот и посвящаю эту песню другу моей семьи. А песня называется «Тот, который не стрелял». На сцене Василий Болотов. Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружи целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то, чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял. И взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл-то не донес. И странный тип Суэтин, неутомимый наш. Еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок. Подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Но был один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком пли. И залп мне выдал пробу с ту сторону земли. И слышу жив, зараза, тащить в медсанбад. Расстреляли в этого раза. Уставы не вилят. А врач потом все цокал языком. И, удивляясь, пули удалял. Лая в бреду, беседовал тайком. С тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизала не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил у меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол. Наш батальон геройствовал в Крыму. И я туда глюкозу посылал, Чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял. Я пил чайок из плюца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось согнуться, и я-то воевал. Мой полк определю ли, в моюй сказал кумбат. А что не дострелили, так я, брат, даже рад. Я очень рад был, но присев у пнян. Я был белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил в меня, Убив того, который не стрелял. Здесь, на этом торжестве, присутствует коллектив моих друзей из Чечена-Ингушетии. Вот я хотел бы посвятить им эту песню. Летела жизнь называется. Я сам с Ростова я вообще подкидыш. Я мог бы быть с каких угодно мест. И если ты, мой Бог, меня не выдашь, Тогда моя свинья меня не съест. Живу везде, сейчас, к примеру, в Дуле. Живу и не считаю ни потерь, ни барышей. И с детства помню детский дом в Ауле. В республике Чечена-Ингушетии. Они нам детских душ не загубили, Делили с нами пищу и судьбу. Летела жизнь в плохом автомобиле И вылетала с выхлопом в трубу. Я сам не знал, кого я воспитаюсь. Любил друзей, гостей я ношу. Теперь чуть-чуть, что чего за нож хватаюсь, Которого, по счастью, не ношу. Как сбитый куст, я по ветру волокса Питался при дороге, помня зло, но и добром. Я хорошо усвоил чувства локтя, Которые мне совали под ребром. Бывал я там, где и другие были, Все те, с кем резал пополам судьбу. Летела жизнь в плохом автомобиле И вылетала с выхлопом в трубу. Нас закаляли в климате морозном, Нет никому ни в чем отказа там. Так что чечены, жившие при Грозном, Намылились с Кавказа в Казахстан, А там Сибирь, лохва для продобреев, Скопление народов и нестриженных бичей, Где место есть для зэков, для евреев, И не до истребленных басмачей. Фонадри, что надо, мы намыли, Нам там ломы, ломали на горбу. Летела жизнь в плохом автомобиле И вылетала с выхлопом в трубу. Мы пили все, включая палитуру, И лак, и клей старались не взболтнуть. Мы спиртом обманули пулю-дуру, Так что ли умных нам не обмануть? Пью водку под орехи для потехи, Коньяк под плов с узбеками по ихнему пилам. В Норильске, например, в горячем цехе Мы пробовали пить стальной расплом, Мы перевдеснах с золотом забили, Состарюсь, выну денег на скребу. Летела жизнь в плохом автомобиле И вылетала с выхлопом в трубу. Какие песни пели мы в ауле, Как прыгали по скалам на гишон, Пока меня с пути не завернули. Писался я чечена-ингушон, Одним досталась рана наживая, Другим дела другие, Ну а третьим третья треть. Сибирь, Сибирь, держава бичевая, И есть где жить, и есть где помереть. Я был кудряв, но кудры истребили Семь бядей из-за лысины во лбу. Летела жизнь в плохом автомобиле И вылетала с выхлопом в трубу. Воспоминания только по тревожьям Всегда одно на помощь караул. Вот бьют чеченов немцы из-по Волжья, А место битвы город Барнаул. Когда дошло почти до самосуда, Я встал корой за горцом чье-то горло теребя. Те и другие были не отсюда, Но воевали словно у себя. А те, кто нас на подвиги подбили, Давно лежат и корчатся в гробу. Их всех туда свезли в автомобиле, А самый главный вылетел в трубу. Василий Болотов. Спасибо большое. Организатор фестиваля Красноярск поет Высоцкого Территориальный градостроительный институт Красноярск граждан проект При поддержке администрации города Красноярска Генеральный партнер Союз строителей Красноярского края Прости. Ошиблись. Во время отдыха в Сочи В гостиничный номер Высоцкого заглянули в город. Вместе с вещами и одеждой Они прихватили и все документы, И даже ключ от московской квартиры. Обнаружив пропажу, Высоцкий отправился в ближайшее отделение милиции, Написал заявление, и ему обещали помочь. Но помощи не понадобилось. Когда он вернулся в номер, Там уже лежали похищенные вещи и записка. Прости, Владимир Семенович, Мы не знали, чьи это вещи. Джинсы, к сожалению, мы уже продали, Но куртку и документы возвращаем В целости и сохранности. На сцене Владимир Буш и группа Хухи. Смотрим. Добрый день, народ! Мы тоже очень любим Высоцкого, но играем мы его в рок-н-ролле в основном, так что не обессудьте. Но можно подпевать, кто слова вспомнит. Так что вперед! Сейчас у нас барабанщик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Знаешь ты, что я души в тебе не чаю, для тебя готов я днем и ночью воровать. Но в последнее время что-то замечаю, что-то стало менее слишком часто их менять. Если это колька или даже сладко, супротив товарищей не стану возражать. Но если это Витка с первой переславки, тебе ноги обломают бога душу мать. Субтитры создавал DimaTorzok Рыжая шалава Рыжая шалава от тебя не скрою, если ты дальше будешь свой переносить. Я не верну, но в душе дарою, и прихожу за лицами, но чтобы не разрыть. А настанет лето, ты еще вернешься, ну а я тебе такую бабу отхочу, Что тогда ты, стерва, от зависти загнешься. Скажешь мне, прости, а я плевать не захочу. Я плевать не захочу. Вот такие песни. Вот так мы воспринимаем песни Высовского. Кому-то нравится, кому-то не очень. Но мы продолжаем. Если б был я физически слабым, Я б морально устойчивым был, Ни за что не ходил бы по бабам, Алкоголю ни грамма не пил. Ни за что не ходил бы по бабам, Алкоголю ни грамма не пил. Если б я был физически слабым, Я по бабам тогда не ходил. Если б я был физически сильным, Я тогда даже думать боюсь. Я тогда даже думать боюсь, Я тогда даже думать боюсь. Бил бы влагу по токам обильным, Но по бабам не в шагу глянуть Если б я был физически сильным Я тогда даже думать боюсь Ну а если я средних масштабов Что же делать мне, как же мне быть? Не могу игнорировать бабок Не могу и спиртного не пить Ну а если я средних масштабов Что же делать мне, как же мне быть? Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие песни, вот как вам они? Вот в таком плане Ну мы продолжаем петь песни Как бы продолжаем и тут же заканчиваем Тоже песня как бы в рок-н-ролле Я недавно гулял по столице Двух прохожих случайно зашиб И попавши за это в милицию Я увидел ее и погиб Я не знаю, что там она делала Видно, паспорт пришла получать Молодая, красивая, белая И решил я ее отыскать И решил я ее отыскать Шел за ней и запомнил поладное Жел сказать ей, ведь я хулиган Выпил я и позвал ненаглядную В три вокзали, один из коран Ну а ей улыбались прохожие Мне так просто кричи караул Одному человеку порожи я Дал за то, что он ей подморгнул Дал за то, что он ей подморгнул Я икрою ей булоки намазывал Деньги просто рекой утекли Я такие ей песни заказывал А в конце я доказал журавли Обещание ей до утра давал Повторел что-то вновь и вновь Я пять дней никого не обкрадывал Моя с первого взгляда любовь Моя с первого взгляда любовь Говорил я, что жизнь потеряна Я сморкался и плакал в кашне А она мне сказала Я верю вам Я дамся по сходной цене Я ударил ее птицу белую Закипела горячая кровь Понял я, что милиция делала Моя с первого взгляда любовь Моя с первого взгляда любовь Танкуйте хотя бы, что ли Моя с первого взгляда любовь Моя с первого взгляда любовь Оу, спасибо Кому понравился рок-н-ролл Обращайтесь, будем играть Владимир Буш Информационные партнеры концерта Красноярск Поет Высоцкого Рекламное агентство РБС Дорожное радио Красноярск Еженедельник Шанс Сеть супермаркетов Красный Яр Радио Маяк Рекламное агентство Постер Информ Еженедельник Телевизор Городское радио Красноярск Рекламное агентство Премиум Групп Еженедельник Комок Авторитетное радио Рекламное бюро Наш Город Радио Комсомольская правда Рекламно-продюсерская компания Город Еженедельник Кошелек Российская вещательная сеть РМС Радио Шансон На сцене Юлия Кет Без запретов и следов Об асфальт сжигая шины Из кошмара городов Рвутся за город машины И громоздкие, как танки Форд и линкольные селены Элегантные мустанги Мерседесы, Ситроены Будто знают, что в горах стоит свеч Это будет как кровная месть Городам поскорей Только свечи не сжечь Карбюратор И что у них есть И еще там И не видно полотна Лимузины, лимузины Среди них, как два пятна Две красивые машины Словно сотканные тросом А где тонко, там и рвется Акселератором под сосом Больше дела не найдется Будто знают, игра стоит свеч Только вырваться Выплатят все по счетам Ну а может он скажет ей речь На клаксоне Или что у них есть И еще там Этот скопище машин На тебя таит обиду Светло-серый лимузин Не теряй ее из виду Впереди, гляди разъезд Больше риска, больше веры Опоздаешь, как есть Ты промерлил светло-серый Они знали Игра стоит свеч А теперь Что ж сигналить рекламным счетам Ну а может Горай ему с плеч Или с капота И что у них есть И еще там Нет, развилка Как беда Стрелки брось И вот не здесь ты Неужели никогда Не сближают нас Из разъезды Этот сходится один И врубив седьмую скорость Светло-серый лимузин Не успел Нажать на тормоз Что ж снижаться Пустые мечты Но может Это не скромная месть Городам Покатились Колеса мосты И сердца Или что у них есть И еще там Спасибо Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем красивой девушке, которая исполнила для нас замечательную песню. У нас готовится следующий участник. По техническим причинам я его потерял почему-то. Молодой парень репетировал, репетировал. Но у нас есть кому спеть. Мы обязательно увидим молодую восходящую звезду. А сейчас прямо для вас. Обладатель гран-при Манского фестиваля Высоцкий Сибирь в 2010 году Евгений Дубовик. Мне этот бой не забыть нипочем. Некуда Вроде все как всегда Тот И покоя Он с восходом вставал Для меня Он вчера Он вчера Нам Он с восходом вставал И 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 Там проверка на прочность бои И туманы, и ветры с прибоями Сердце путает ритмы свои И стучит в смери боями Там чужие слова, там дурная молва Там ненужные встречи случаются Там сгорела пожухла трава И следы не читаются Там и звуки, и краски не те Только мне выбирать не приходится Очень нужные там в темноте Ничего распогодится Там чужие слова, там дурная молва Там ненужные встречи случаются Там сгорела пожухла трава И следы не читаются в темноте Там чужие слова, там дурная молва Там ненужные встречи случаются Там сгорела пожухла трава И следы не читаются в темноте В темноте В темноте В темноте И сейчас я хотел бы сказать Отдельные слова благодарности Компании Человеку Которого, к сожалению, уже нет с нами С ним случился несчастный случай Месяц назад он погиб В расцвете сил Директор компании Рекламное агентство РБС Павел Валентинович Брюханов Разбился Мы с ним познакомились 4 года назад Также чисто случайно Набрав телефон Просто предложил рекламному агентству Посотрудничать Помочь рассказать Большему количеству народу О нашем концерте И он сразу согласился Мы встретились С тех пор, скажем так, дружили Насколько позволяло рабочее время Таких людей не очень много Но и с другой стороны много Надо их просто находить друг друга Все, кто сегодня пришел Мы соратники, мы единомышленники Мы знаем, что не рублем единым жив человек И поэтому следующая песня Наверное, отчасти будет посвящение Этому хорошему человеку Которого уже, к сожалению, нет И еще раз, пользуясь случаем Мы выражаем соболезнования Семье Павла Валентиновича Брюханова На сцене Василий Болотов Буквально несколько слов О песне Пока Василий Испанович настраивается Это единственная песня Ну, не единственная Одна из немногих песен На чужие стихи, которые Владимир Семенович исполнял Называется она Песня Акына Написал стихи Текст, как принято говорить Поэт Андрей Вознесенский Все Василий Болотов Песня Акына Ни славы и ни коровы Ни тяжкой короны земной Пошли мне Господь второго Чтоб вытянул песнь со мной Прошу Ни любви ворованной Ни милости На денек Пошли мне Господь второго Чтоб не был так одинок Чтоб было с кем пасоваться Аукаться через степь Для сердца Ни для овации На два голоса спеть Чтоб кто-нибудь Меня понял Не часто, но хоть разок Из раненых губ моих поднял Царапнутый пулей рожок И пусть мой напарник певчий Забыл, что мы сила вдвоем Меня побледнел от соперничества Прирежет за общим столом Прости его, он до гроба Одиночеством окружен Пошли мне Господь второго Такого, как я И он Спасибо большое Спасибо большое, дорогие друзья Наш концерт завершился Сегодня Красноярску очередной раз Вспомнил о хорошем человеке Имя которому Владимир Высоцкий Идите домой Отдыхайте, рассказывайте друзьям Если есть возможность Включайте песню Владимира Высоцкого Слушайте А 25 июля мы еще раз помним о том Что жил такой парень на свете Володя Высоцкий Ну а наш проект, наш фестиваль Красноярск поет Высоцкого Будет стараться как можно чаще Устраивать такие встречи старых друзей Спасибо большое Красноярск поет Высоцкого Пока Он по жизни шагал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому